В рамках проведения краевой межведомственной комплексной профилактической операции подросток большое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете. С 10 мая по 10 октября у нас проходит ежегодная профилактическая комплексная операция подросток. Большое внимание уделяется летней занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, в подразделении по делам несовершеннолетних и в комиссии по делам несовершеннолетних в защите их прав. С 10 по 20 мая проводится первый этап операции «Неделя подростка», где особое внимание уделяется на несовершеннолетних, состоящих на учете, осужденных к наказанию без изоляции от общества. С 1 июня по 31 августа проводится этап «Подросток лета». Мероприятие направлено на организацию досуга несовершеннолетних в течение всего летнего периода. С 20 по 30 июня у нас проводится этап «Подросток игла». Будут проводиться рейдовые мероприятия по торговым точкам в целях выявления фактов продажи спиртных напитков, табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, по месту жительства подростков, условно осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. С 10 по 31 июля у нас проводится этап «Контингент» с целью изучения условий проживания, занятости. С 10 по 20 августа проводится этап «Подросток семья». Планируется проведение рейдов с целью обследовать жилищно-бытовые условия семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе осужденных женщин и мужчин. И завершает профилактическую операцию этап «Подросток досуг», который осуществляется с 10 сентября по 10 октября. Целью этого этапа является привлечение несовершеннолетних, состоящих на разного уровня учетах, посещать учреждения дополнительного образования, вовлечь их в кружки, секции, то есть заняться организацией полезной занятостью несовершеннолетних. В течение всего летнего периода будут проводиться рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи, дискотеки, компьютерные салоны, бары, кафе, выявляться и ставиться на учет в органы внутренних дел подростковые группы с антиобщественным поведением. По итогам 2012 года на территории Амурского муниципального района число преступлений, совершенных несовершеннолетними, и их участие увеличилось с 84 до 119. Основными причинами совершения повторных преступлений являются стойкая криминальная направленность несовершеннолетних, отсутствие контроля со стороны родителей, незанятость совершеннолетних в свободное от учебы время. Бесконтрольное времяпровождение несовершеннолетних приводит не только к преступлениям, но и к несчастным случаям. На территории Хабаровского края продолжает действовать комендантский час. В общественных местах с 23 до 6 часов местного времени не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законные представители будут привлечены к административной ответственности. На базе Центра социальной реабилитации подростков села Воронежская-3 планируются три смены образовательно-оздоровительных сборов «Живи без риска» для подростков 13-14 лет, из малообеспеченных семей или оставшихся в трудной жизненной ситуации. Путевка бесплатная. Дорога до Хабаровска оплачивается родителями или их законными представителями. За подробной информацией обращайтесь по телефону 2-17-80.